здравствуйте дорогие мои подписчики как я обещал после аджики я сказал что буду мариновать болгарский перец с сельдереем и с чесноком и что для этого нам нужен нам нужен сельдерей здесь еще раз я купил 5 килограмм болгарских перца потому что семья много друзья много будем кушать без проблем что надо для этого короче сельдерей болгарский перец сельдерей парашюту делайте это если мы на 5 килограмм тут килограмм 2 может быть еще сельдерея чеснок пол чайный стакан винегр винегр уксус уксус масло подсолнечный лавровый лист соли и черный перец теперь что нам нужен не отрезаем сельдерея вот таких кусков листья что нехороший убираем в сторону красивые листья отбираем конечно вот такие куски делаем это хорошо вот это нормально это нормально это сюда это сюда а это нет нам нехороший вот такой кончик убираем вот это так 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 из листьев вот эта часть берем посмотреть надо смотреть где красивые листья отбирается в сторону сюда это сюда вот сельдерей это очень вкусно кто не любит сельдерей попробуйте в этот маринад силдерей вам очень понравится и это хорошо для здоровья очень хорошо и там сельдерей меняет вкус в маринаде совсем другой вкус получается очень хороший вкус кстати и все теперь я отрезаю через минут несколько минут начинаем приготовление дорогие мои подписчики теперь начинаем приготовление вот сюда меня вода обычный чистый вода вода у меня 8 такой стакан чайный стакан 8 такой стакан водишки и пол стакан винегра уксус обычный уксус потом откроем растительное масло сразу же туда 2 и половина два с половиной растительное масло после этого сразу же добавляем туда добровый листья ну хватит листья 4 5 да чуть больше пускай будет или еще пусть хороший будет пусть больше чем больше тем лучше потом черный перец мимо этого так еще чуть-чуть пускай хороший аромат будет аромат будет и сразу же по вкусу подсолим это хватит перемешиваем и будем ждать давай близко и будем ждать когда закипит вот это уже не надо на медленном огне тут должен вариться быстро сначала будем варить болгарский перец а потом сельдерей а закипит вкус хороший будет а чеснок это потом видите как у меня хорошо кипит уже он должен закипит сильно 3 4 5 6 7 8 9 10 11 хватит 12 штук хватает больше не надо апрекли яс когда болгарский перец отрезаем наполовину обычно делают в целиком они есть что некоторые они чистят так внутри снимают жарят потом отрезают ну я сразу же делаю сейчас подожжем и чтобы закипел еще раз при варке когда вода испаряется мы должны добавить немножко водишки кстати ну пока ничего не будем добавлять пусть хорошенько закипит минут четыре пять наверно надо будет минут пять варится у меня уже я добавил там перчики немножко потому что мне с тобой многовато стараемся что чтобы лавровый лист и не снимать отсюда вот я закончил с болгарским перцем у меня уже хорошо кушился водишь сок я не добавил ничего это хватало у меня теперь еще один еще один еще один еще один маленький кусочек так больше меня туда все они все теперь сразу сельдерея ну эти не листья а вот этой ветки сразу же все туда хорошо это говорим нормально с этой маленькие ветки это потом и будем готовить вот это сейчас я минут где-то 7 8 это ну посмотрим посмотрим по расчету сейчас должен хорошо закипеть так это минус 6 7 хватит должен значит он не должен много вариться должен быть хрустящий так когда полностью год уже хрустящий это хорошо смотрим посмотрим посмотрим еще раз минут три минут я сказал семь восемь и все так сельдерея это у меня готов осталось листья и все минут восемь и все видите как мякоть стал немножко хрустоватый конечно теперь в самом конце листья ну весь этом немного минут три-четыре может посмотрим по как будет ну да минут три-четыре хватит вкусно будет в этом маринаде я больше люблю сельдерея ну и паприка тоже вкусно конечно но сельдерея для меня еще вкуснее вот и листья минут три хватит классно получилось теперь отрезаем на половину можете так оставить у меня я думаю лучше пускай меньше будет я просто мариную так так кстати как заканчивается сразу я видите казан снял и снялась из печки потому что не должен довариться вот так один слой чеснок приготовьте заранее отрезайте тоненький так и по парашюту чеснок вот так и мариную листья немножко еще раз паприки даже оторвать можно это хорошо варился классно я знаете я не рекомендую мариновать на зиму консервировать потому что у меня немножко это для меня не так получается лучше так таким образом сделать в холодильник холодный закуска будет дома и покушать и все так лучше будет еще чеснока чеснока чеснок туда вот 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 листья немножко по очереду паприка сюда давай ножом режем вот так нажимается немножко а потом берется это и сверху заправляется вот сок и он через дня два-три получит хороший классный аромат и будете кушать кушать на здоровое конечно окей вот так закроем за стене и в холодильник отправим вот и вся история вот супер так я буду продолжать дальше дорогие мои подписчики вот так и будем закатывать заготавливать и вот и вся история пробовать сейчас ничего продавать но эти синдерей хорошо варился немножечко чтобы был хрустящий паприка вы видели какое хорощество классно тоже потом когда чесноком аренем еще лучше получается когда холодный станет через два дня достаете с холодильника и хорошая закуска к всему вот и все дорогие мои подписчики спасибо за просмотр моего видеоролика ставьте лайки пишите в комментариях как вам понравится знаете вы ли этот рецепт не знаете или не знаю но я думаю многие знают и все до свидания до следующего видеоролика спасибо спасибо